Живи молодец, так, чтобы в старости быть счастливым. Привет, я Даша. И сегодня я рассказываю о книгах, которые я прочла в прошедшем марте месяце. Но не все, существуют ещё книги, в которых я пересеклась с мамой. И об этом есть отдельное видео. И, пожалуй, начнём. Значит, я прочла две книги моей любимой Марии Семёновой, моего любимого Волкодава. Я его читаю не совсем в том порядке, который рекомендован автором. Сначала я читаю Волкодав и Стави Камень, который, по-моему, четвёртым нужно, по идее, читать. Потому что там все предыстория. И дальше уже иду по порядку. Волкодав. И это хорошо. О Волкодаве я уже рассказывала неоднократно. Неправильно я показала. Значит, Стави Камень я прошла в том месяце, а в этом Волкодав и продолжение дальнейшего права на поединок. А там вложка почти такая же. Вот. Так. Да, я уже сказала, что... Мне больше нечего добавить сверх того, что я уже говорила. Об этой блестящей серии книг. Об этом блестящем авторе. Поэтому мы просто продолжаем дальше. Вдохновлённая, вдохновённая, вдохновлённая Крапивиным, конкретно его повестью, приула капитана Лухманова. Я прочитала, собственно, книгу капитана Лухманова. «Жизнь моряка». Это было долгое приключение. Очень такой... Собственно, Лухманов рассказывает... По сути, это можно считать автобиографией, хотя очень много автор пересказывает тех историй, которые ему рассказали. Его, так сказать, соратники, коллеги по цеху и всё такое. Книга интересная, но длинная, и я устала к концу книги от книги, что бывает редко. Но я хочу что подмечить. Подмечить, не подмечить. Я долго пыталась охарактеризовать каким-то общим термином всех мальчиков крапивиновских типичных. Я поняла, как это сделать. У меня сложилось чувство, что крапивин всё время пытался представить, каким капитан Лухманов был в детстве, в юношестве. И ему это удалось, потому что я считаю, что ему это удалось. Действительно, крапивинские мальчики, они очень похожи на Лухманова, только более наивные, более задорные. Ну, это же мальчики. Так что сам автор произвел на меня впечатление человека крайне порядочного, честного, преданного делу своему, преданному морю. Беззаветно просто преданность. Но это было долгое приключение. Так, далее. Сердце Пармы. Я не считаю, что я вправе что-то говорить об этой книге под той простой причине, что я не смогла её прочитать. Хотя она, конечно, того стоила. Просто стала, наверное, стыдно и неловко. Дело в том, что по материнской линии мои предки родом из тех краёв, о которых идёт речь, собственно, в книге. И просто представила, что мои предки творили всё то, что описано в книге, и я не смогла себя в этом плане пересилить. Я не готова встретиться со своим стыдом. И, конечно, если бы я не знала о своих истоках, конечно, бы я её прочитала. Мне просто стало страшно. Далее. Шоколад на грунтом кипятке. Лаура Эсквиль. Или Эсквиль. Я, правило, не знаю, как мне трактовать эту книгу. Я как-то снимала видео о книге против фильмов, где сравнивала, где называла те экранизации, которые наравне с книгой, качественно сделаны, или даже превосходят их. Так вот, если бы я снимала это видео снова, я бы туда включила «Шоколад на грунтом кипятке». Потому что... Я не знаю, почему мне понравилась книга. Потому что она хорошая, или потому что я восхищена экранизацией. Сначала я видела именно фильм много лет назад, или лет 10. И в понюстое пересматривать. Он меня угрыляет очень сильно на вязание. И вообще, вот такой отличный фильм. Одно именок, кстати, можно найти в сети, посмотреть, полюбово подставать. Причем, если планируется к прочтению книга, это ни капли не испортит впечатление. Даже, наоборот, скрепли украсит их. Потому что удивительно точная экранизация удалась, даже в мелочах. Это полный дупликат книги. И книга, и автор, и мексиканский. По-моему, что-то такое. Ну, и книги, правда, как вот типичные мексиканские сериалы. Ну, полагаю, мне не нужно это объяснять. Это любовная история, по идее. Речь идет о запрещенной любви. И думаю, дальше мне не стоит продолжать что-то говорить. Иначе я рискну испортить удовольствие. Поэтому просто переходим к следующей книге. Которая у нас женщина на Российском престоле. Анисимов. Вот на этом месте мне положено пойти сделать вот так. Это печально. Нет, конечно, он доктор наук. По-моему, он даже преподает в Петербургском историческом институте. Что-то такое, я уж точно не поняла. Либо бы с того поводу его биографии. В общем, скажу так. У меня существуют критерии действительно отличных документальных книг. Это наличие предисловий и послесловия. То есть какие-то итоги. Даже предисловия не обязательно должны быть. Но послесловия точно. Где подводятся какие-то итоги, делаются выводы. Второе. Это достоверность, конечно же. Даже ему на первое место можно слово поставить. Третья. Объективность. Настолько, насколько это возможно вообще, в принципе. Ничего из этого в книге нет. Автор глубоко субъективен. Он говорит только о том, что, по его мнению, можно разгласить. Такое ощущение, что он всё ещё живёт в СССР, где была цензура, где только разрешённые какие-то факты можно было бы доводить над населением. Даже если этих фактов вообще в истории не наблюдалось. И вот у меня сложилось ощущение, что вот этот... Я читаю вот такую вот книгу, оцензированную, о многом он умолчал. Я заметила, что есть факт, который он приукрасил. Мягко говоря. Но особенно меня смутил момент, когда он прям вот так вот железно, уверенно, не трогнуло у него рукам написать, что Алексея... Сосаревич Алексея, сына Петра Первого, задушили. А ничего, что неизвестно, вообще, как смерть к нему пришла, известно, что накануне его пытали. Всё! Самая способная гипотеза, что он умер вследствие пыток. Чего-то он у него в организме не выдержал. Но точно неизвестно, я от этого был ли правду сердечко пошаливала, или действительно ли у него удушили. Может, я чего-то не знаю. Я полезла в интернет посмотреть, проверить. Может, правда ли что-то открылось? Мне нифига не нашли. Не нашла. Я такой точки зрения, что его придушили. То есть, и он глубоко субъективен, я уже сказала. И он ещё в предисловии обмолвается, что постарается передать исторический, психологический портрет правителей. А, четвёртый критерий, не сказал, зала. Тоже очень важный. В соответствии с сюжетом названию. «Женщина на российском престоле». Фигня! Он просто написал историю России. Весьма субъективную, кстати. Начиная от Петра Первого и заканчивая Екатериной Великой. Он даже не делал особого удаления направлений. Женщин меня очень покоробило, что если он говорил о каких-то отрицательных человеческих качествах, то всякий раз подчеркивала, это России всегда было присуще. Убило бы. Я запалилась под конец книги закатывать глаза при использовании подобного антироссийского дрюка. Дальше. Что я прочла ещё? А, ну это всё. Об остальных книгах я рассказала в другом видео совместно с мамой. Так что желаю тебе не разочаровываться в писателях. До скорых книг. Пока.